МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие друзья! Как всегда по средам, с вами Среда. Я сегодня в маске работать, к сожалению, не могу, потому что очки потеют и не вижу ничего. Вот, сегодня мы опять о вирусе, о короне и так далее. В гостях у нас заместитель главы администрации города Азова Елена Юрьевна, господи, Скрябина, прости, пожалуйста. Маску можно снять, Елена? Да. Очки же запотевают. Да, есть немножко. Запотевают, можно. У нас дистанция полтора метра, мы мерили этим самым микроскопом. Так вот, дорогие друзья, сегодняшнюю программу, телефон программы 61554, звоните, задавайте ваши вопросы. Я хочу начать с одного эпизода, который, ну, произошел, как произошел. Вот. Мне очень хотелось бы, чтобы вот такие вещи у нас происходили, обсуждения каких бы то ни было проблем, у нас происходили не на уровне личности, понимаете, как, не то, кто говорит, а что говорит человек. Поэтому очень неприятно бывает, когда вылазят всякие мерзотьевы и им подобные срулевы и гадят вокруг себя, включают говнометы. Короче, посмотрите сейчас один небольшой сюжет, который мы подготовили. На прошлой неделе, по странному совпадению, буквально на следующий день после прямого эфира, где мы работали с нашими телезрителями, и только поскольку из администрации никто не захотел прийти в эфир, вышла вот эта мерзость. Известный в Азове медиамагнат решил порадовать горожан и возобновить вещание фильма в категории 18+. Как сообщил источник, уже имеются предварительные договоренности с ресурсом Порнхаб. В сеть также попали кадры из промо-ролика нового канала, в котором снялся сам владелец сети кабельного телевидения. Судя по полученным кадрам, азовчан ждет нечто неординарное. Тестовая трансляция запланирована на 1 мая 2020 года. Для абонентов сети канал будет доступен по кнопке 666. Фотография подлинная, да. Текст фейковый, придуманный, омерзительный. В самых худших традициях пиарщиков еще 90-х годов. Ребята, вы что, заржавели мозгами. С того времени прошла куча лет, а вы используете те же самые приемчики. Дешевые, грязные, мерзкие, которые давно уже не работают. Тоньше надо. Ну, например, хотя бы взяли бы, да, написали, что ваш папарацци снял оргию, которую склерово устраивает и так далее. Ну, может быть, покруче было. Или еще бы мозгом пораскинули. А так как вы привыкли в 90-х годах срать вокруг себя, так и продолжаете это делать теми же методами, примитивными, убогими, дешевыми. Ну, так вот. Эта съемка запечатлела рабочий момент годичной давности, когда в процессе подготовки к выборам сентябрьским Я у моих друзей, величайших фотохудожников всех времен и народов Игоря и Ольги Улько Вместе с моими помощниками проводил фотосессию. Да, фотосессии этой мы сняли целую кучу снимков, сделали для предвыборной кампании. Ну, и слегка прикололись, потому что мы нормальные, живые люди. Вот. Фотохудожники, Игорь, увидели меня и захотели представить в образе царя. А как видите, со скипетром и державой. А вот, и соответственно, мы это сделали, люди еще снимали со стороны, и я с удовольствием выложил этот снимок в своем фейсбуке. Так вот, эти мрази омерзотные, которые, они рыли, я думаю, не один день рыли интернет, чтобы выкопать хоть какую-нибудь гадость на меня выкопали. Так вот, дорогие говнометы, недорогие, омерзительные говнометы и их, ваши заказчики, где бы они ни были. Есть несколько, так сказать, моментов, которые я, безусловно, проверю. Я до заказчика доберусь, обещаю. Вот, вот вам мое настроение, то, как я к вам отношусь. И вот вам... Ну вот, как-то так, дорогие друзья. Понимаете, ну, видимо, есть люди, которых это беспокоит. И я еще раз вернусь к этой теме. И я думаю, мы не будем сегодня зацикливаться, потому что это имеет отношение к другим темам преступной деятельности некоторых наших сограждан. Вот, ну, там идет следствие, там все идет нормально. И я повторюсь только, что давайте, дорогие мои, либо каяться, либо оправдываться, не переходя на личности. Мне не важно, сколько раз сидел человек, который что-то говорит. Мне важно, что он говорит. Вот, понимаете, это огромная проблема, огромная беда нашего общества сейчас, когда слышат только того, кого назначили вещать, а не того, кто может сказать что-нибудь умное. Ну и ладно, проехали, Бог им, судья, мы до них потом еще с ними разберемся, с этими товарищами. Но, во всяком случае, их имена мы озвучим когда-нибудь обязательно, и заказчиков тоже найдем. А сегодня давайте опять о коронавирусе, и о мерах, которые, о ситуации, и о мерах, которые нас сейчас с вами постигли. Елена Юрьевна, как обстановка в городе? Ну, во-первых, было такое креативное, неожиданное начало. Я бы хотела сначала поздороваться со всеми. Добрый вечер, дорогие азовчане, Христос воскресе православные. С праздником вас. Ну и перейдем, наверное, сразу к вашему вопросу, да, к коронавирусу. На сегодняшний день у нас ситуация остается стабильной. Я хочу вам сказать, что у нас один из лучших показателей в области. У нас как был один заболевший, так и остается. Да, у нас в центральной городской больнице в инфекции лежат 6 человек, которые ждут подтверждения или, наоборот, как раз опровержения этого самого коронавируса. Но, тем не менее, я считаю, что все меры, которые предпринимаются, они предпринимаются правильно. И только благодаря, может быть, этому, ну и еще, может быть, активности и, будем так говорить, нашим азовчанам нам удается сдерживать, по крайней мере, в рамках Азова. Потому что вот Кулешовка, она рядышком с нами уже достаточно серьезно страдает от этого. Ну и Ростов, вот тут уж близенько. Поэтому, конечно, ситуация остается очень серьезная, очень напряженная. За сутки в Ростовской области 52 зараженных – это достаточно много. И Батайск рядом с нами тоже получился не в лучшем виде. Поэтому я хочу, во-первых, сказать вам огромное спасибо за понимание на пасхальное воскресенье, когда вы проявили свою гражданскую позицию и встречали этот светлый праздник. Я надеюсь, что со светлой душой дома. Спасибо вам за это огромное. Я считаю, что это была необходимая мера. Но я надеюсь, что в будущем нам больше никогда не придется ее применять. Ну да это Бог. Что касается мер. Ну давайте, наверное, все же риторику немножко уточним. Вот я на себе опять же. Я, вернувшись из-за рубежа, из Германии, Швейцарии, Турции, 10 марта добросовестно и добровольно был дома две недели в самоизоляции. А после этого меня принудили сидеть дома. И называть это самоизоляцией у меня что-то не поворачивается язык. А еще называют кто карантином, кто еще как-то. Поэтому хотелось бы понимать, ну зачем здесь лукавить? Ну если надо, то давайте людей убедим в том, что нужно сидеть дома. Убеждением, а не методами и мерами, которые применяют. Слава Богу, у нас я пока примеров не нахожу. За исключением одного. Покажите, пожалуйста, видео. Это сегодня утром на выезде из Азова. Ну как бы и то, может быть, хороший пример. Потому что, ну вот пробка, видите, проверяют выезжающих из города всех подряд. И пробка, ого, я не видел этого. Ничего себе. Ну зачем? Ну что, неужели не можем справиться, поставить там двоих, троих, десятерых милиционеров? Ширины там хватает проезда. Ну люди потеряли по часу. Это, что, по вашему мнению, вот отвечают сейчас наши правоохранители? Ну, наша полиция имеет право применять те методы безопасности, которые она считает нужным именно в этот период. Если они посчитали нужным, что необходимо проверить у всех выезжающих справки и разрешение на выезд, то, значит, они действуют в рамках своего правового поля. Мне сложно комментировать действия полиции, но, тем не менее, они проверяют как на въезд, так и на выезд. То есть сегодня у них был на выезд. Ну вы знаете примеры. Нечто подобное произошло в Ростове пару недель назад, когда начали собираться пробки на въезд. И там власти очень быстро скорректировали эту проблему. Мгновенно, в течение буквально часа-двух, как пробка сдвинулась и уехала вся, невзначай. А вот в Москве, в метро, вы помните, эти кадры обошли все, когда собрали огромную толпу в связи с проверкой пропусков, в течение часа все отменили. Понимаете, мгновенная реакция на события. И это радует. Наши власти начали хоть оперативно как-то работать, а не ждать, когда все это случится. Но мне хотелось бы, опять же, говорить еще и о мерах поддержки. Вы помните, мы с вами почти месяц назад начали разговор о том, что предприниматели-то перемрут, пока мы будем их держать дома. Мы говорили об этом, и если вы заходили на наш сайт, то вы уже увидели, что есть и нормативно-правовые акты и муниципального образования, и нормативно-правовые акты и областные, и там предусмотрены меры поддержки. Но это живой документ. Он не просто вот вышел и все. Туда вносятся все время изменения. Также на прошлой неделе мы встречались с Игорем Борисовичем, мы общались с ним. Он приходил к главе, и мы втроем обсуждали те меры, которые необходимо сделать. Вот Игорь Борисович в наш адрес написал письмо в адрес главы администрации, в адрес Евгения Владимировича Карасева. Написал письмо, и читая его, я понимаю, что уже мы поработали даже и с этим. Многое из этого сделано, кое-что, конечно, не в наших полномочиях, но тем не менее мы работаем над этим, работаем над тем, чтобы сделать запрос в область, чтобы посмотреть, понимаете, областного уровня документы. То есть пока область не изменит, мы права это менять не имеем. Ну вы обращайтесь к ним. У вас каждый вечер вы лично можете общаться с губернатором. Вот вы сколько раз губернатору сказали, что то, что вы делаете, это неправильно. Ни разу? В смысле, что он делает? Мне кажется, все, что делает сейчас губернатор в этих условиях, это правильно. Все правильно. Не все, я не говорю, что все, но по крайней мере... Я же говорю, ну какие это вещи? Конкретно я пока не видела вещей, которые сделаны были неправильно. Вы знаете, вот даже начнем с того, с той пасхальной ночи, когда говорили о том, что верующих в храмах будут закрыты, верующих допускать в храмах нельзя, вот чтобы избежать контакта, я думала, думаю, сильно жестко. А когда я сама лично в эту пасхальную ночь, ну просто как бы я наблюдала за всем этим, и лично перед крестным ходом я просила людей, говорю, держите, пожалуйста, дистанцию. Говорят, мы пришли только на крестный ход. Вот мы сейчас пройдем вокруг храма и уйдем. Понятно, что как бы у людей праздник, я сама люблю Пасху и жду ее с нетерпением. И когда вдруг вышел батюшка, и они пошли крестным ходом, и вся вот эта толпа вот так вот сгрудилась, мышь не проскочит, понимаете? То есть я понимаю, что это было сделано правильно. В этом случае, да. Да, допустим, правильно. А других методов не обсуждалось? Каких конкретно? Ну вот, например, сейчас у нас действует запрет на посещение кладбища. Это будет вторник следующий, как я понимаю. Да, Радоница. Вы знаете, я не буду говорить о беспрецедентных мерах, которые будут предприниматься в связи с этим праздником. Не буду говорить о запрете по 272-му восстановлению. Я, вы знаете, всегда считаю, что надо говорить личным примером и говорить о себе. Так вот, я хочу немножко сказать о себе. У меня так получилось, что в апреле месяце память сразу и у мамы, и у свекры, и у бабушек. И каждый год обязательно я ходила на кладбище, я убиралась, я была с ними в дни их памяти. И вот за все это время первый раз, первый раз я не была на кладбище, я не убиралась, у меня душа с телом расставалась. Но в какой-то момент я подумала о том, что... А ведь я сейчас думаю о себе, о том, что мне тяжело, о том, что у меня грустное сердце. А что бы сказала моя мама, если бы узнала, что я себя и людей, которых она здесь оставила, которых она любила, подвергаю необоснованному риску? Очень хороший агитатор вы, Елена Юрьевна. Нет, просто я думаю, что надо подумать о живых. Правильно говорите, правильные слова, но давайте послушаем как бы еще и людей. А люди говорят, а что, неужели нельзя организовать так, чтобы у людей не было скопления, не было массовых этих толп и так далее. То есть развести людей. Я, да, я сходил на кладбище, навел порядок, там у меня много, к сожалению, мест, где нужно что-то делать. А вот поставил цветы, и я не пойду во вторник. Но есть люди, которым это трудно объяснить. Ну, например, скажите, вот не обсуждалось на ваших ВКС, на ваших многочисленных совещаниях такое предложение, мы его уже озвучивали, развести людей по времени в этот день. Ну, грубо, я сейчас навскидку. Вот, например, если у меня и со мной совместно проживающих людей, я, жена, дети, у нас одна фамилия, одна прописка. Скажем, фамилия моя на букву «З». Вот, мне говорят, что вы с фамилией на букву «З» можете пройти с 10 до 11. Не обсуждалась такая тема? Вы знаете, очень много обсуждалось, вот именно такая тема не обсуждалась, но обсуждалось очень много разных вариантов, и я вам хочу сказать о другом. Мы с вами прекрасно знаем, как бы все ходим на Радоницу, все во вторник ходим к близким, к сродникам, и мы прекрасно знаем, что ходят люди, собирают пасочки, куличи, яйца. Вы поймите правильно. Это цедания наши, будем называть вещи своими именами. Почему? Ну, есть люди, как бы, не цыганской национальности, но тем не менее. Они же неуправляемы, они же батайско угробили. Проблема в чем? Проблема, она подошла, взялась за оградку или он, а следом подошли, вы взялись, ну все, больше ничего не надо. Понимаете, в чем вся проблема? Проблема не в том, чтобы развести людские потоки, а чтобы ограничить заражение коронавирусом через все. Через оградку, через памятник, через контакт с людьми. Ладно, давайте, у нас человек висит на звонке уже, наверное, минут 20. Алло, 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 устал, устал человек, видимо. Алло, утомился. Ладно, хорошо, а то висел-висел, не дождался. Ну, немножко рановато, дорогие друзья, дайте мы наговоримся с Ириной Юрьевной, потом ваши вопросы. Ну, хорошо, ладно, эта мера здесь, да, действительно, потому что это сопряжено и с продуктами, и с водкой, и с пьянкой, которую, и с паньем на могилках наших. У нас, к сожалению, народ, ну, достаточно спокойно относится к правилам и законам, и я вас уверяю, вам придется, властям нашим придется не сладко. На кладбище будет полно людей. Мы знаем, мы знаем, что это будет тяжелый день, мы понимаем, вы же поймите правильно, все говорят, вот, власть запрещает. Ну, мы такие же люди. У меня на кладбище лежит половина моей родни, причем больше. Понимаете, в чем дело? И я понимаю, что лучше сейчас подумать о живых, и я призываю к этому всех, потому что дальше уже отследить вот эту цепочку и отсечь круг общения, с кем вы пообщались, будет практически невозможно. Ладно, давайте перейдем к другой теме. Поддержка предпринимателей, поддержка населения. Это главная тема, которая беспокоит наших людей. Вот у нас выработан целый комплекс мер, вы помните, я задавал вам этот вопрос тогда и повторю его сейчас. Куда мне? Мне, вот простому предпринимателю, который, ну, допустим, там, починяет самовары, паяет, лужу паяю, утюги починяю. Вот. Я не знаю законов, я не знаю правил, я не знаю ничего. С меня берут налоги и говорят, что мне, может быть, вот там дадут, там дадут, везде дадут, вот из телевизора только изучить. Вот там и тем дают, тем дают, везде, всем все дают, всем все отпускают. А мне куда бечь, кто расскажет, кто научит меня, простого ИПшника, простого индивидуала, научит и покажет, где все же мне помогут и поддержат. Ну, Алексей Михайлович, ну вы же простой индивидуал, не в лесу живете. У нас есть интернет сейчас, у нас есть... Нет, я не знаю, что такое интернет. Что такое интернет? У нас есть, хорошо, нет. У меня в углу тарелка висит. 0,9. Звоните и спрашивайте, телефон администрации города. Вас направят конкретно люди, которые смогут вас проконсультировать, точно так же и с налоговой. Есть достаточно... Где? Что? Где? Ну, где? Я не видел ни разу на нашем канале ни одного объявления о том, что бесплатно нас проконсультируют, скажут, где нам чего помочь. Дайте номер телефона. Где консультант этот, юрист, который скажет, ну ладно, дальше, хорошо. Я немножко продвинулся, и пока мы здесь с вами обменивались, я завел себе компьютер, нажал эти кнопки, и мне говорят, да, вы можете получить беспроцентный кредит на поддержку вашего предпринимательства, идите в банк. Я прихожу в банк, а мне там, на, пойди собери справку, что ты больной коронавирусом, иначе тебе... и так далее, и так далее. То есть, я не знаю людей, которые реально получили помощь. Ну, вы знаете, вам, наверное, надо переговорить с гостиницей «Соха». Тоже можно поговорить. Они получили. Они сейчас как раз встать. Я думаю, гостиница «Соха» может позволить себе банду юристов, которые целыми днями занимаются собиранием справок и всего прочего. Алексей Михайлович, есть достаточно большая мера поддержки, которая регламентирована уже и федеральными, и региональными законами. И даже на нашем сайте есть и наш нормативно-правовой документ, который также регламентирует поддержку предпринимателю. Это о чем? Поддержки предпринимателю. Там такой набор всего, а когда потыкаешься, оказывается, надо справки ходить собирать неделями. Ну, здравствуйте. Справки надо собирать по-любому. А как вы? Как я хотел. Как вы хотели? Ну, вы знаете мою любимую Германию. Да, да, знаю. Вы знаете, что в любимой Германии тоже надо было собрать справки? Нет. Чтобы доказать, что до коронавируса... Я специально сегодня изучала эту тему. Елена Юрьевна, объясняю вам абсолютно точную информацию. Сегодня я звоню в инспекцию в Германии. Я, причем, не будучи гражданином Германии, а просто предпринимателем, который в ней работает. Есть такие. Их много. По рабочей визе или по каким-то иным основаниям. И вот, будучи россиянином, я звоню в инспекцию и говорю, вот у меня гостиничный бизнес, вы Сохо упомянули, нельзя ли мне как-нибудь помочь? Мой ИНН такой-то, все. На этом все. На завтра у вас на счету 15 тысяч евро. Да, потом уже, это не все. А потом объясняют, что да, если у вас реально упал доход, вам сейчас денег дали. Но потом будут проверять, обоснованно вы заявили это или нет. Однозначно, и нужны будут те же документы. Через несколько месяцев после окончания. Но кушать-то он сейчас должен, а не справки собирать. Ну, не могу вам ничего сказать про Германию. Я прочла о том, что действительно должны быть подтверждающие документы, так же, как и у нас. О том, что эта отрасль пострадала над коронавирусом. У них, так же, как и у нас, все абсолютно данные предпринимателя есть. В налогоинспекции. Вот вам наш Мишустин же, что демонстрировать любит. Что вот вы придите ко мне и скажете, вот такой-то предприниматель в таком-то месте. Я кнопку нажму и скажу вам точно, сколько он сегодня заработал и сколько он налогов заплатил. Они все про нас знают. Вполне возможно, я не сотрудник налоговой инспекции. И почему тогда им не взять эти данные оттуда, а не гонять меня за справками. Ну, вот этот вопрос, к сожалению, не ко мне. Мы обсуждаем вопрос не к вам, да. Но, например, почему у нас нет адресной помощи населению, вот как у них. Ну, скажем, те же американцы 1200 взрослому долларов в месяц выдают просто так, любому, причем, опять же, гражданине и гражданин, детям 500. Немцы полторы тысячи дают евро просто так и так далее. Ну, то есть, чего они этим достигают? Они достигают того, что сохраняют покупательную способность населения. Население несет эти деньги в магазины. Оно на них живет. Магазины платят налоги. Налоги собираются и опять этому населению можно отдать. Не пережить. Понимаете, Алексей Михайлович, У нас не обсуждалось такое. Понимаете, чтобы сравнить форму поддержки одного государства и другого, необходимо прежде всего понимать налоговую систему, систему налогообложения одного государства досконально, систему другого. Надо посмотреть, Алексей Михайлович, надо понимать, тут краткосрочные меры или долгосрочные. И здесь с какой стороны. А потом сравнивать. Здесь вопрос еще. Да, Россия особая страна. Строгость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения. И наш расхлябанный народ, я уж простите меня, дорогие сограждане, что итальянцам до нас с вами далеко. У них есть привычки, традиции при встрече обниматься, целоваться, вот они и доцеловались. И работать они не особенно-то любят. Им не нужно. А у нас другие привычки. Мы не только целуемся, но и пренебрегаем всеми законами и правилами. Именно поэтому у нас и проблемы. Давайте послушаем звонок, а потом еще поговорим. Алло. Алло, здравствуйте. Алексей Михайлович и уважаемые ваши гости. Добрый день. Я понимаю, что вот эта женщина была месяц назад у вас. Помните, когда? Да, да. Детенционно было. Она была. Да, да, да. Она, да. Так вот, уважаемая Елена Юрьевна, я вам, значит, долго сказать от имени очень большого количества женщин, что вы их лично, вы, по эпилу, оскорбили. Значит, вы назвали людей, которые, это преимущество женщин за 40 лет, которые работают, работают без оформления. Не по своей вине, а по той вине, что предприниматели не оформляют. Другое дело, почему? Так вы что сказали? Мы их признуждали, что они преступники. Они заужены, не заужены, не заужены, не заужены, не заужены. А то они не знают. Ну, проблема понятная, я как раз... Вот, знаете, врачи, нет. Вот я считаю, что вот эта женщина, которая с вами сидит, она была побылична сейчас. Не извините перед людьми, которых она преступников обозвала. Ну, не называла она. Так, стоп, стоп, ребята. Ребята, я попрошу сейчас своих операторов... Я... Подождите минуту, не распаляйтесь. Все. Ну, во-первых, я... Сейчас я попрошу своих операторов найти фрагмент той программы. Мы до конца программы найдем. Я сказала, что нарушили закон. А преступникам... А нарушили закон. Преступниками не называла. Никто не называла. Это мое свидетельство. Я свидетельствую. И оскорблений никаких не было. И Эна Юрьевна ведет себя вполне себе корректно. Не даром от сегодняшнего эфира, ну, скажем так, многие мужчины не захотели принимать участие, бросили женщину. Вот на то, чтобы вы и ее сейчас оскорбили. Вы там перед Богом перекреститесь и извинитесь перед ней за это. Это, в принципе, и не страшно. Может быть, действительно я чьи-то чувства задела. Вы давайте, но, тем не менее, месяц назад этот вопрос прозвучал. Что делать тем людям, которые работали не оформленными? Обсуждался он где-нибудь с властями? Да, тоже обсуждался. Мера поддержки таким людям тоже есть. Есть у нас центр занятости, который ставят на учет. Дальше я вам хочу сказать, что очень много звонков и мне поступало. Люди говорили, что делать? Вот как быть в этой ситуации? Я вам честно скажу, я устраивала людей на работу. Кого-то в «Магнит», кого-то в «Пятерочку». Сейчас «Проксима» набирает достаточно много людей на сезонную работу. Я предлагала устроиться. Говорю, я могу вам помочь устроиться. Я никому еще в помощи не отказала. Елена Ильевна, во-первых, всех не устроите. Я, например, знаю «Кантина», сейчас двоих уже приняла. Сегодня буквально двоих людей Вилли принимает. И мы продолжаем искать химико-лаборанта и механика. Так что, если у кого есть охота, звоните или приезжайте в «Кантину». Но власть, скажем так, сказала мне, предпринимателю, что мы тебе грант дадим, если ты добавишь сейчас рабочих мест. Вот мы добавляем три рабочих места в «Кантине». Ну, если вы будете платить им больше мрот? Мы будем платить им на один рубль больше мрот. Тогда, пожалуйста, у вас будет по страховым взносам. А простимулировать это мы можем. Да, у нас сейчас сезон начинается, нам нужны люди. Я готов сейчас взять 10 человек на вахту отправить в Анапу с тяпками, с мротом. Если они захотят, то пожалуйста. Но там надо будет тяпать. Ну, я с вами согласна. Но в условиях самоизоляции, в отдельном домике, в прекрасных условиях. Вы знаете, я вам хочу сказать, что были не только такие звонки. Были звонки, например, вот я работаю сам на себя. Я хочу пропуск ездить в Ростов. Я говорю, я понимаю, вы работаете сами на себя. Вы не оформлены нигде, ни как предприниматель, ни как кто. Да. Я говорю, в этом случае вам просто необходимо оформиться как самозанятому. Там 4% от доходов, которые ты показываешь. Но это не такая большая сумма. Единовременно. Я говорю, оформляйтесь официально. И будет уже основание выдать вам пропуск, вы дальше продолжите работу. И говорят, нет, я так не хочу. Я не хочу оформляться. Я хочу пропуск как вот на себя, на физическое лицо. А пропуск хотим. Да. Ну, вот такие случаи тоже бывают. Ну, насчет пропусков мы еще поговорим. Давайте, чтобы закончить эту тему, скажите вот мне, а такая схема не обсуждалась, я ее предлагал уже и неделю, и две, и три назад, что если мы, например, попросим наших депутатов обратиться к депутатам областным, чтобы те обратились куда надо, или чтобы приняли подобное решение на уровне области. А именно, часть средств, которые направляются на поддержку отраслей и так далее, направить на прямую поддержку населения. Нашего стабилизационного фонда, в принципе, хватит на то, чтобы на протяжении примерно шести месяцев платить каждому взрослому по 20 рублей, 20 тысяч. На ребенка по 10. Но я не думаю, что это так затянется. Вот, тогда, по сути дела, люди получат деньги, отнесут их в магазин и так далее. Вот. И это же, и этот же, эти выплаты использовать как стимул к самоконтролю. То есть, если вы соглашаетесь на самоизоляцию, получите 20 тысяч и сидите дома. Если вы выйдете, вы не получите 20, получите аванс 10. Если вы выйдете и вас засекут, вы не получите вторую половину денег. Ну, просто, 10 хватит. Алексей Михайлович, вы же знаете, дашь 10, значит, плюс 10. Давайте, вот, если вы сейчас... Нет, у нас прекрасные люди. Убеждаю. Я сейчас, если мы выйдем и спросим у десятерых, вам отложить выплату заработной платы вашим работникам на полгода или дать тысячу рублей? Он скажет, тысячу рублей дайте. Так, именно так. А мы откладываем что-то и никому ничего не даем. Мы все оттягиваем. Но зато огромные средства идут на поддержку неких отраслей. Понимаете, мне кажется, вот этот механизм, о котором я говорю, я бы предлагал. Его кто-нибудь озвучивал, кто-нибудь пытался поговорить с нашими властями. Так сделали многие страны мира. Мы же любим обращать свой взор туда. Алексей Михайлович, ну, я вам честно скажу, естественно, мы делали, мы писали в область, мы просили дополнительно денег. И я, как бы, не люблю бежать впереди паровоза. Вот как все получится, я вам об этом сразу первому скажу. Это Бог. Мэр Саянска, если я не ошибаюсь, он повел себя, ну, он камикадзе. Вот человек, мэр города, примерно соизмеримого с нами, с нашим Азовом по размерам, он принял много таких мер, которые, как бы, поставили его на грань. Если все у него благополучно пройдет, он герой. А если нет, то его точно закопают начальники. Но человек решился на что-то. Давайте послушаем. Алло. Добрый день, Алексей Михайлович. Добрый. Сейчас, секундочку, я тебе перелошу. Забота такого характера. В апреле была инфекция инфекционера. Из-за моих родственников и знакомых ни один не получил. Интересная вообще тема. Поднимается, но не выполняется. Ой. Так, давайте, Елене Юрьевне, этот вопрос, в общем-то, адресовать не будем, потому что она не знает. Зато пенсию на целую неделю раньше принесли. Во, я нашел. Ура, друзья. Я нашел, где нам сделали красоту. Нам пенсию дали, хоть и не индексировано, но зато на неделю раньше. У вас же тоже так. А ты считаешь, все равно есть вопрос, который пока завершен. Пенсионерам. В возрасте 65 лет и старше должно быть дать, не знаю, по 3-3,5 тысячи. Ну, я знаю, никакого ничего не дают. И, по крайней мере, не знаю, кому обращаться вообще. Да, вот видите как, вас вынуждают обращаться. А на самом деле декларируют, что не надо никуда обращаться, но автоматом у вас прибавится к пенсии. Сидите, ждите. Обещанного. Вы знаете, очень обидно, что очень много говорит по телевидению. Все информация проходит, но получение ноль. Ведь никто ничего не получает вообще. И министком никому ничего не поступает. Просто никому. Обещанного три года ждут. А вот вдруг сейчас мы ждем послабления. Мы надеемся, что буквально вот на днях начнутся послабления. И власти услышат все же. Вот то, что мы здесь на местах говорим, до них не доходят. Я задавал, если помните вопрос, чем личный автомобиль опасен для окружающих, если в нем еду я и моя семья совместно проживающая. На этот вопрос ответа никто не дает. Но запрещают, продолжают запрещать поездки. Вот как-то так. Спасибо. Да, будьте здоровы. Давайте я отвечу на ваш вопрос. Ответите на мой вопрос. Конечно. Алексей Михайлович, у меня сразу, у меня в связи с вашим вопросом возникает свой вопрос. Дача, автомобиль и дача, помните? Куда вы едете? На дачу. Со всей семьей? На дачу. Вы на даче, рядышком, люди. Где я рядышком? Да я ж не знаю, где я дача. У меня забор трехметровый. Дача, дача рознь. Собаки беда. Дальше вы остановились в магазин купить, вы остановились на заправке, вы кого-то встретили. Стоп. Стоп, не надо шельмовать. Почему же? Здесь, вот здесь, в местах скопления и контролируйте. А если я сел в изолирование, если я вышел из автомобиля и вышел без основания, я куплю хлеб и продукты в 100 метрах от дома, если мне так погружу в автомобиль и поеду прямо на дачу. Не надо меня останавливать и дышать мне в лицо полицейскими. Алексей Михайлович, ну вот на вас не написано, что вы едете конкретно на дачу. Правда? Да не нужно было вообще запрещать передвижение на автомобилях, на мой взгляд. Это как раз для того и сделано, для того, чтобы ограничить. Понимаете? Да не надо людей в стадо. Давайте, я же говорю, давайте контролировать тех, кто скапливается и ведет себя неправильно. Это очереди за пропусками и так далее. Там контролировать, туда бросить силы, надзора ваши, полицейские и так далее. Где они скапливаются неправомерно. Алексей Михайлович, вы так любите приводить в пример страны зарубежные. Ну давайте посмотрим на Италию, на Испанию. Давайте. Давайте посмотрим. Там вообще вышел на улицу, на тебя штраф. Да, давайте посмотрим. Ну на Швецию не будем смотреть вообще. Про Швецию отдельный раздор. Но тем не менее, Испания, Италия, вот наши побратимы. Посмотрим на Австрию, я даже Германию не буду приводить в пример. Не запрещено гулять на улице, разрешено. В Германии тоже. Разрешено выезжать на природу, можно. Можно, но только нужно соблюдать дистанцию. Не запрещено собираться разным людям больше трех, кроме политических митингов. Там пусть делают, что хотят, товарищи, и пусть друг друга заражают, сказали немцы. Демократия такая ущербная. Если это члены одной семьи, они могут быть вдвое, трое и так далее. И соблюдение дистанции. Алексей Михайлович, но за эти страны ничего вам не могу сказать. Но вот за Испанию и Италию знаю не понаслышке. И там самая большая проблема. И вот там самая большая проблема. В Германии самая маленькая. Выйти на улицу. А в Австрии почти нулевая. А в Швеции вообще. Значит, если в Австрии не такое серьезное положение... Ну почему мы берем всегда самые репрессивные формы воздействия на наш народ? Алексей Михайлович, ну почему репрессивные? Давайте деньгами. Давайте деньгами попробуем. Вышел неправомерно на улицу. Потерял половину помощи. Ну вот ты сейчас тоже вышел, получил штраф. А вот получил штраф, это другое. Это репрессия. А если я договор... Мы с вами... Мы с властью заключаем договор. Я обязуюсь сидеть дома и исполнять правила посещения. Но при этом, если я их нарушу, я не смогу получить денег. Это договор, а не репрессия. Алексей Михайлович, мне кажется, не все подается и не все покупается. Когда речь идет о национальной безопасности, я не побоюсь этого слова, то здесь каждый человек должен думать о себе и о своих близких, о своем здоровье. Елена Юрьевна, давайте о национальной безопасности не говорить, потому что я могу много чего наговорить. Вы понимаете, в чем дело? Что если бы мы не ввели, если бы Российская Федерация не ввела эти крайние меры, мы бы пошли по пути наихудшего сценария. Америки, Италии, Испании. А что в Америке? В Америке Нью-Йорк лежит, а остальные все... Там, между прочим, работает схема, которую мы у нас попытались применить. Там каждый губернатор отвечает за свой штат. У нас сейчас каждому губернатору дали право делать, что хочешь, и большинство из них не способными оказались это делать. К сожалению. Ну не знаю, мне кажется, что у нас в регионе еще дела обстоят очень даже неплохо. Кроме репрессивных, запретительных, у нас неплохо, кроме запретительных мер, никто не подумал, а как может быть с народом поговорить, а может его чем-то задобрить, заинтересовать и так далее. Но вы знаете, блок губернатора, по-моему, посещает такое количество людей. Убедить. Мы на пропаганду всего чего угодно, о том, как там у хохлов тратим совершенно немыслимые средства, а на то, чтобы объяснить людям, что вести себя можно и иначе, мы не можем. Давайте послушаем. Давайте. Алло. Алексей Михайлович, здравствуйте. Ирина Михайлович... Не важно. Ирина Юрьевна. Ирина, Елена. Моя фабережитник Петр Константинович, 83 года. Я как раз вот, мне понравились слова Ирины... Елена, да, Елена Юрьевна. Да, когда, говорит, мама, все, моя устала, я все не на кладбище был. И посмотрела, и посчитала постановление мэра. Вот. Мэра. Это страшное постановление. Значит, деревья не сажать, лавочки не делать, столики не ставить, а рада убрать. Вот. Что это за постановление такое глупое? Я такой еще в жизни, что я, традиция русская. Вот. Висит на, везде на этих, на этом, ветеранском... Вот вы знаете, что, дорогой мой, как вас, напомните, зовут? А? Как вас зовут и имя, пожалуйста, назовите. Ну, на чего? Имя. Ну, не важно, имя, ну как вам? Игорь Константинович. Игорь Константинович. Я могу, Игорь, я примерно близко к вашему возрасту. Давайте мы с вами, вот карантин пройдет, мы свяжемся. И пойдем с вами, пройдем к могилам моих родственников. Только преодолевать все оградки и заборы я буду на вашей шее, ладно? Нет, я понимаю... Потому что мы делаем это безобразно. Нет, так я бываю у родственников жены Тайон Рой. Это, я не знаю, это парк, нейтральный парк. Где красота такая-то, значит, единственное, что самолеты на взлете там немножко... Ну, я говорю вам про Азовское кладбище. А я вам говорю про Азовское кладбище. Где такое безумие. Как можно, как можно убрать все? Жара 40 градусов, прикидь на кладбище. Вот, упасть там, значит, от солнечного удара. Вот, как это можно все убрать? Когда весь зимой у нас уже стоят или 200-300 градусов? Ясно. Вопрос понятен, сейчас Ирина Юрьевна прокомментирует. Ну, знаю же, старые кладбища, там беспорядок. Да, Ирина Юрьевна. Да, именно беспорядок. Давайте, все. Здесь нормально все. Почему именно убрать? Все понятно. Вы сказали, что есть якобы такое постановление. Постановление. Долинская там подписана. Она подтверждает. Еще какой-то там. Давно не работает. Да, Долинской. Да, Долинской. Долинской. Постойте, давайте вы не будете тарахтеть, ладно? А Долинской нет давно в мэрии, уже несколько лет. Нет, это постановление не нынешнего главы, так я думаю. Вы выкопали что-то очень древнее. Где это вы нашли? Скажите. Значит, на всех оградках, ветеранском кладбище, вдоль дороги. Вещать эти постановления. На Азове? В Азове? В Азове, где же? Хорошо, мы проверим завтра эту информацию и получим комментарии от тех, кто этим занимается. Спасибо. Спасибо. Это все как надо. Спасибо. Спасибо. Я не совсем поняла вопрос. Не ставить лавочки на ветеранском кладбище или оградки? Да там везде, конечно. На нашем кладбище Азовском такой кошмар. Это просто... Не, но ветеранское кладбище у нас... Вот у нас там как раз квинтэссенция отношения нашего народа и к себе, и к другим, к соседям, к людям, и к покойникам, которых они загораживают, чтобы они не убежали оттуда. Но я не ставил ограды ни своим родителям, нет ее. За меня там наставили, но пройти к ним я не могу. Ну, друзья мои, культура, традиции. Да бросьте вы про культуру и традиции. Это не культура. Это безобразие. Мы привыкли тащить все с наших предприятий. И эта традиция сложилась вот уже в 70-е, 80-е годы. Чем больше ты земли там захватишь, тем ты больший красавец. Молодец. Пойдите, посмотрите, как это делают многие наши сограждане. Давайте не будем дальше эту тему развивать. Я попросил редакцию завтра посмотреть это постановление. Это не постановление, это правило уходов за ветеранским кладбищем, наверное. Я так думаю, когда организовывалось ветеранское кладбище, это было давно, это были правила, которые... Это то ли при Певниве, то ли при Бездоле. Чтобы это было единообразно, приведено в единообразную форму, чтобы люди пришли... Ну, то есть были попытки организовать все по ум. Какое-то пространство. Мы завтра сделаем сюжет про это постановление и про эти нормы. Давайте продолжим о мерах ограничительных. Звонок. Ну, еще звонок, давайте. Алло. Алло, здрасте. Здрасте. Я вот вопрос заду. Несколько вопросов у меня. Я многоответственный отец. Вот пусть ответит вот рядом вас, Наталья, да, как-то я не помню. Неважно. У нас улица в Мичурино-Стрия живу. Нету интернета, а у меня двое учеников. Да, вот. У меня дома стоит модель, кто левит, кто левит, кто левит, кто левит. Кто хочет, кто левит, кто левит. Кто будет на это ответить? Второй вопрос. Я до 28-го года работал официально. А потом, когда кризис был, уволился. Я до сих пор не могу официально оформить. Вот даже я пила лица губернатора Надежда Кончурова. Я вот уже не знаю, как я не могу. Уже 17 лет гражданство, чтобы сейчас пользоваться материйским капиталом. Так, давайте, я понял. Приостановитесь на секунду. Дайте задать вопрос. Вы мигрант? Я не знаю, я сейчас 22 года живу в России, да. Вы два года живете в России. Откуда? Я из Армении. Из Армении. То есть вы за два года не сумели получить российское гражданство? Да, да. Насколько я знаю, сейчас в связи вот с этими событиями объявлен упрощенный порядок. Вы воспользовались им, Елена Юрьевна? Расскажи. Да, я беру паспорт, это стало. Паспортный начальник мне сказал, тебе надо жилу открыть все 240 тысяч рублей, чтобы получить гражданство. Я сразу ехал на вот Надежду, вот Надежда, да, вот Кончурова. Кончурова, да. Она говорит, что такое не может быть. Она берет телефон, звонит начальнику, а он отвечает, да, у нас законодательство такой. Вот. А потом я говорю, не только паспортный, везде особый бардак. Все ясно. Я могу я это все официально. И полиция в вопросе, когда напали на бойцов, вот это, принц Александр, по поводу в воду. Вот все, я официально писал, и все. До тех пор она меня отвечает, а что сюда приехал, шифт тогда? Ну, это ответ в стиле, если вы не официально работали, то что вы хотите. Я понял, то есть у вас напали на дом, то есть у вас правонарушения. Да, вот несколько лет назад по поводу в воде. Вот Александр, вот они с охранами пришли ко мне домой, напали. За братиса в полицию и что-то... Да, сейчас, подождите, подождите, эмоции, ваши армянские эмоции мы слышим. Давайте попробуем разобраться внятно. Напали, это значит что, пришли к вам домой бандиты? Просто пришли, сказали, будьте полотисты, счетчик 250 рублей каждый месяц. Я сказал, записал спокойный договор. А, за обслуживание счетчика? Нет, просто, чтобы я был подключен и все, и все. Я по счетчику все плачу как надо. Так, давайте, наверное, мы сейчас трудно будет разобраться. Позвоните завтра по этому же номеру. Вы попадете на кого-то из журналистов, и они с вами выяснят все ваши три ситуации. И с модемом, с интернетом, пульс, насколько я понимаю, дает интернет на Мичуринце. Я не знаю, почему вы. Но очень многие дети учатся с Мичуринца 3, и в удаленном доступе. И карты тоже нету. И СССР часто выключают. Понятно. Понятно. Часто выключают. Ну, скажем так. А что надо обратить за парчу? Скажем так. А вы... Вы купили... Вы купили дачу на Мичуринце 3, да? Да, я уже 8 лет сейчас живу, и строю здесь живу, да. Вы 8 лет назад купили дачу на Мичуринце 3. Да. А почему вы не купили дом в городе, где есть вода, свет и так далее? Ну, у меня сына здесь хватило. Вот деньги столько пили, а здесь купили. Понятно. То есть, дом в городе стоит несколько миллионов, а на Мичуринце дача стоит 100 тысяч. Вот. Вы считаете, что те, кто живет в городе и купил дом за 4 тысячи, плохие люди или другие люди, они как бы, ну, должны отдать 4 миллиона, а вы должны за 100 тысяч получить все остальное бесплатно? Нет, нет. Я купил на пустой участок и столь отстроил. Да, ну, строили. Хорошо. Тем более. Вы построили дом. Продолжайте. Стройте дороги. Стройте электрическую. Да, там и дорогу сам строят. Ну, вот и замечательно. И когда вы все вместе... Да, да. И когда все... Все, завтра, завтра позвоните. Все, позвоните завтра. Трудно разговаривать. Извините. Я совсем, не совсем поняла. У человека, я так понимаю, проблема с гражданством. Я, конечно, в этом не специалист, но там же вроде бы как сначала вид на жительство получаешь, проходит какое-то время, только потом ты получаешь... Ну, 8 лет уже хватит для любой страны мира. Я не могу получить гражданство. То есть, получается, что как раз в пределах законодательного срока. 7 лет, если я не знаю. Нет, если вот человек подал только 2 года назад, пока вид на жительство, пока гражданство, то есть, как бы... Ну, не знаю. Давайте мы завтра попросили, и он позвонит, и... А по поводу интернета, как бы, на Мичуринце 3, там нет проблем, по-моему, с этим. Ну, надо, наверное... На мой взгляд. Наверное, вот так. Но Мичуринец 3, это большая зубная боль нашего города. Да, есть такая проблема. Где люди требуют... С одной стороны, требуют правильно. Но с другой стороны, понимаете... С одной, правильно, поскольку мы их объявили гражданами города и сказали, что это городская черта... Дали им возможность прописку, конечно. Мы обязаны дать им коммуникации. Проблема только заключается в том... Это нормальный юридический субъект. И если мы там что-то будем делать, муниципалитет, регион, это будет не целевое использование денег. Мы, вот понимаете, это все равно, что на вашей контине мы придем и будем там что-то делать. Правильно, у вас нет этого права. У нас нет основания этого делать, к сожалению. И если мы спросим всех остальных жителей города, давайте все остановим ремонт дорог, поликлиника и школ, и сделаем на Мичуринце-3 нормальный жилой поселок. Согласятся все остальные 80 тысяч жителей города. Понимаете, в чем дело? Сколько бы ни жило на Мичуринце, они тоже наши жители. И о них тоже нужно думать. Лена, я же о чем и говорю, что тот, кто признал их жителями города, а не дачниками, когда разрешили прописку, объявили их гражданами и, соответственно, надо давать. Мы сейчас на протяжении уже нескольких десятков лет, когда это постановление, в начале 2000-х вышло. Да, очень давно. Президентом был у нас Медведев, если я не ошибаюсь, при нем это вышло постановление. И разрешили прописку на дачных участках. Но у них там наверху, понимаете, вот почему они нас не слышат снизу. Они не слышат, не слушают, и вы также точно не всю информацию туда забрасываете, чтобы они подумали. Почему они думают, что дача это улицы просторные, охраняемые, въезд, дороги, асфальт, и там особняк. Вот на дачах разрешить прописку, да, надо разрешить. А у нас дача это 4 сотки. Ну, вы знаете, я бы не сказала, что нас не слышат. Многое из того, что мы доносим, особенно через Виктора Петровича Водоладского. Очень много предложений, очень много поправок. Мы вот пишем, он доносит наше мнение, и там его отстаивают. Здесь я ничего не могу сказать. В последнее время ничего плохого не могу сказать про Водоладского. Работаю с ним уже в течение года над одним законопроектом аграрным, фермерским. Вместе пытаемся пробиться, но там такое болото, что ему... Он далеко не последний человек в ведущей партии, и в Госдуме он очень в большом авторитете. Но, тем не менее, очень много поправок, без которых нам просто не жить и не помочь людям, мы... Послушаем. Алло. Алло. Добрый вечер. Добрый. Подскажите, пожалуйста, хотела бы задать вопрос Наталье Юрьевне по поводу... Чем только тебе сегодня. Давайте. Елена, правда. Она, правда, Елена, и ее... 5, 14 лет и 18. Но, так как мой ребенок после школы поступил на заочное отделение, я не считаюсь многодетной. На детские, также мои дети не получают детское пособие, так как по критериям, которые ЗАГСобрание внесли по имуществу, мы не проходим. Но квадратные метры у меня в ипотеке. Но, опять же, опустим этот вопрос, никто там не разбирается, в ипотеке это или в собственности. У меня такой вопрос. Многодетным, которые вот такие дети, да, вроде бы мы считаемся в Ростовской области многодетными. По губернаторскому постановлению до 23-х, есть ребенок на очном отделении, дом многодетный, семья это считается. У нас дети сейчас сидят на дистанционном обучении, то есть дома, да, сами понимаете, 18 лет ребенку исполняется ее на работу без образования, никто не возьмет. Это естественно. Я возьму. Почему естественно? Чем меньше образования, тем лучше. Нынешнее образование, извините. Почему естественно? У меня помощник без высшего образования поступила в институт. И я без высшего образования, представьте себе, у меня ее. Ну, сейчас куда бы ни обращались, везде требуют корочку. Хоть какую-нибудь, но дайте, пожалуйста, корочку. У меня другой вопрос. Я не требую. Химик-лаборант мне нужен, пусть приходит. Потому что нас в Ростовской области и в Азове очень много. Понятно. Спасибо за ваш вопрос, он понятен, Елена Евгеньевна. Я вот не пойму, вы денежная какой-то ждете помощи, ежемесячная или что? У меня есть помощь от государства, от нашего даже одной института. Даже вот смотрите, у меня ребенок, когда, то есть до 19-го года у меня ребенок училась в школе и питалась. То есть я была и многодет, и малоимущая, да, у меня ребенок бесплатно питался. Сейчас мой ребенок, получается, сидит дома, учится на дистанционном, ну, на дистанционном. Я сижу дома, я работаю, тоже я работала официально, но так как наша организация не вошла в списки, которому разрешено, я сижу дома. У меня все дети сейчас сидят дома, и у меня нету сейчас денег. Ну да, мы и слышали, вы уже повторяете. А скажите, пожалуйста, вы сидите дома с сохранением заработной платы? Да, но у меня заработная плата, вы же понимаете, что оклад оплачивается. Вы бюджетник или частник? Кстати, вы бюджетник или начальник? Нет начальника, мы работаем. И он платит вам зарплату, а вы сидите дома? Да, то есть оклад он платит. Не зарплату, а оклад директор платит. Ну, видите как, это ж подарок, можно считать. У меня к вам огромная просьба. Вы не могли бы перезвонить завтра 4.31.00? Хорошо. Завтра, вот где-то часиков в 9. Мы с вами просто, чтобы сейчас на прямой эфир, я хотела бы записать ваши данные. И посмотреть, чем я могу вам помочь. Хорошо? Хорошо, давайте мы оставим этот случай конкретным. И уместно как раз вспомнить, что расхожую в интернете шутку сейчас, в связи с дистанционным обучением, мне нужно обновить обои, повесить шторы. А когда мне прийти в школу, денег на это получить? Есть такой момент. Потому что мы в школу все носили. Вы знаете, вообще, конечно, очень многим тяжело сейчас, в этот период. Многие звонят за помощью. И я хочу, пользуясь случаем, коль вы меня уже пригласили, сказать огромное спасибо депутатам Азовской городской думы. Насколько я понимаю, вы не любите этого слова, но тем не менее скажу. Единая Россия, те, которые организовали помощь. И хочу сказать огромное спасибо нашим предпринимателям, всем. Всем, кто откликнулся. Понимаете, когда пошла такая беда, и мы поняли, что на сегодняшний день из бюджета мы всем помочь не можем, и продуктовые наборы мы права не имеем покупать, потому что бюджет формировался без учета вот этой беды. Мы кинули клич по предпринимателям. Вы не представляете, приносили, что у кого было. Кто мешок муки, кто мешок сахара, кто масло, кто чем торговал. Кто-то игрушки принес, кто-то памперсы, кто-то детское питание. То есть всем миром, и это было так приятно, и за это огромное-огромное спасибо. Я считаю, что у нас замечательные люди в Азове и замечательные предприниматели. Вот скажите, они принесли кому? Единой России или просто нуждающимся людям? Нет. Я бы сначала поблагодарила Единую Россию, они от себя делали. Это делали группа депутатов Азовской городской думы, которые, ну скажем так, далеко не самые бедные. Раз ты в Единой России, значит ты не бедный. Странный у вас критерий. Вот вы тоже вроде не бедные, но не в Единой России. Не у меня, у Думы. Вот. И они свои деньги, которые им предстоит, что там 18 тысяч в месяц, да? Ну тем не менее. Если я не ошибаюсь, решили потратить на это. Спасибо, молодцы. Тем не менее, здорово поступили. Слава Богу, и на том спасибо. Это делали и депутаты, и администрация, и предприниматели, те, которые хотели помочь. Ну, Виктор Петрович Водоладский тут вообще всю свою зарплату отдал на эти наборы. Но разносят их как-то так вот без Единой России, и что-то спокойнее. Ну почему? У нас как бы есть волонтеры от Единой России, есть волонтеры, наш волонтерский штаб. И помогают людям однозначно. Я хочу сказать просто людям спасибо. Мне не важно, какая партия это будет разносить. Мне не важно. И человеку, которому это принесли, не важно. Для меня важно, когда разносили куличи свеченые, ведь разнесли почти 3200 куличей. Вот я откровенный оппонент, мягко скажем, Единой России. Я тоже простимулировал, чем могли мы наших врачей тут задобрили. Но тем не менее, когда люди получали, когда люди не могут выйти из дома, особенно те, которым было 65+, не могут выйти из дома, и они на Пасху получают кулич свеченый. Вот у людей в глазах слезы стояли. Вот ради этого, наверное, и стоит делать. Так, дорогие друзья, давайте мы сейчас, пока звонок висит, и я давайте письменные вопросы, которые поступили накануне. У нас уже мало времени. Давайте. В Ростове сейчас ввели новые спецпропуска. А в Азове нам тоже ждать ввода новых пропусков или будут действовать те, которые сейчас находятся на руках? Вот это важная тема. Как нам завтра ехать? Да, это хороший вопрос. Хочу вам сказать сразу, что, уважаемые земляки, вся информация, вся оперативная информация быстро размещается на сайте администрации города. Значит, вы можете зайти и ознакомиться со всеми нововведениями, которые вводятся в области. Ну, на сегодняшний день могу вам сказать, что по 272-му постановлению эти пропуска, которые сейчас, вот они с голограммкой, там красивые, эти пропуска введены только для муниципального образования город Ростов. Для Азова и региона в целом такие пропуска пока не введены. Но предпринимателям, естественно, нужно ехать в Ростов. Поэтому могу вам сказать одно, пропуска, вернее, даже не пропуска, а справки по форме 3 к 272-му постановлению, они действуют и для въезда в Ростов для предприятий, зарегистрированных на территории области. Ну, то есть вы завтра можете взять справку, которую вам выписало ваше предприятие, документ, удостоверяющий вашу личность, путевой лист, если вы везете какой-то товар, да. Ну и не лишним будет, хочу сказать, что вот мы сегодня с предприятием с одним обсуждали, он говорит, у меня на Невзи заказ, там заказ. Я говорю, он говорит, мне письма прислали, я говорю, возьми письма, чтобы подтвердить свой въезд. И, в принципе, если вдруг вас будут останавливать и требовать пропуска, вы говорите, у вас в справочке написано, где вы зарегистрированы. Вы говорите о том, что по 272-му пропуска эти действуют только для организаций, зарегистрированных в городе Ростове-на-Дону. Как будет дальше, я вам пока сказать не могу. Но, как бы, если вдруг сразу открываете наш сайт, мы будем печатать всю информацию очень оперативно. Вот еще один вопрос, ко мне вопрос, Алексей Михайлович, пишет нам телезритель, почему ваше телевидение не известило граждан города о том, что в субботу будет проводиться массовая химобработка территории города, и многие люди не знали об этом, и их отравили, и так, ну, короче, вот в этом смысле. — Проводилось в субботу химобработка? — Да, проводилось. — Почему люди не знали об этом? — Вы знаете, мы как бы и писали об этом, и говорили в новостях, но, может быть, только мы у вас это не разместили. Но, тем не менее... — А в Азове еще есть какие-то... — Нет, мы по телевидению это не размещали. — Оперативные средства. — Мы по телевидению это не размещали. — А почему? Ну, почему вопрос такой? Почему не работает пресс-служба администрации? — Ну, почему? Пресс-служба администрации работает и оперативно публикует все статьи, которые возможны. — А тогда кто? ГО и ЧАЭС должны это сделать были? Почему этого извещения у нас не было? Вот к нам вопрос задают люди. — Честно говоря, вот с этим моментом я не могу сейчас вам ответить, но я разберусь, я спрошу, почему... — И, пожалуйста, давайте, вот вы говорите на сайте города, кто ходит, какие там, тем более, люди пожилые. Нет у них компьютеров. — Ну, вы знаете, на сегодняшний день наш сайт посещает, ну, в связи с... — Я понимаю, всех посещает много, но, тем не менее, не у всех. — Это раз. — Есть телевидение, у нас достаточно обширная аудитория, фактически весь город. — Алексей Михайлович, у меня другой вопрос. — Ну, как же так? У нас же вроде бы как самоизоляция, у нас люди отравились. Тем более, как вы говорите, люди пожилого возраста, 65, у которых нет компьютеров. — Ну, окна открытые у людей, наверное, еще какие-то вещи. — Алексей Михайлович. — Ну, короче, да. По-любому это могло бы просто стать дополнительным фактором изоляции. Люди бы услышали и не пошли бы на улицу. А в следующий раз нас молча отравят вместе с тараканами или клещами. — Алексей Михайлович, во-первых, никто... — Ну, почему ГОИЧС не предупредило население? — Ладно, все, проехали. — Это ретарический вопрос. — Я думаю, что это станет предметом разговора с главой у вас и с ГОИЧСом нашим. Почему игнорируют? Ну, ради бога. Люди-то видят и слушают, и смотрят. Вон телефон плавится. Почему сотрудники полиции, которые останавливают людей на улице, в первую очередь начинают на них кричать, хотя должны вначале представиться? Тем самым они нарушают законы полиции. — Вы знаете, честно говоря, вот несколько раз буквально я сама лично наблюдала рейды, я не видела некорректного поведения. Самое интересное, что я даже просто смотрела, думаю, будут штрафовать, не будут. Людей уговаривали. Для меня это было, например, необычно, что полиция уговаривает людей. Но, тем не менее, было такое. Может быть, здесь вот какой-то сбой произошел. — Ладно, давайте послушаем звонок. А там полицию. За полицию будет отвечать новый начальник. Он скоро. Алло, здравствуйте. — Здравствуйте, добрый вечер. Большое спасибо вам за такие передачи, которые вы регулярно проводите. Я житель Азова, меня зовут Вера Ивановна. Я очень часто обращаюсь вот к этой женщине, к руководителю, которая возглавляет... — Елена Юрьевна, да. — Да, которая... — Елена... — Елена Юрьевна. — Уже не важно. — Она, которая возглавляет, она и ее коллеги, борьбу с нашей общей бедой. Большое спасибо ей за работу, за внимание. Я к ней лично много раз обращалась и всегда получала достойный ответ. — Здорово, спасибо. — Спасибо, будем надеяться, что они... — Всего вам доброго, продолжайте в том же духе. — Берегитесь себя, не болейте. — Спасибо за помощь малоимущим, спасибо за помощь литеранам, спасибо за помощь за все, что вы делаете. — Вы что-то получили, да? — Да, получили. — Ух ты. — Мы получили и очень благодарны. У меня муж инвалид первой группы, 18 лет парализованный. Нам принесли пасочки, которые освещенные. — А, ну это да. — Нам принесли материальную помощь, низкий пакон таким людям. — Спасибо. — Спасибо вам огромное, берегитесь себя, не болейте. — Спасибо. — Спасибо. А вам спасибо за передачи. — Спасибо. — А они меня ругают, что я слишком злобный. — Нет, все правильно, все правильно. Но нужно отмечать не только недостатки, нужно, мне кажется, иногда их ловить. — У меня так не бывает. У меня только недостатки о достоинствах, другие программы. — Всего доброго. — Наша мэрия тратит 6 миллионов в год на издание газеты, которая пишет о том, как у них все хорошо и правильно. — Давайте к коронавирусу вернемся. — Вот, давайте вернемся к вопросам. Почему в условиях пандемии начали дорожать продукты, уже повысилась цена на хлеб и гречку, куда смотрит антимонопольный комитет? — Значит, сразу хочу вам сказать, что мы мониторим цены ежедневно. И ежедневно у нас есть группа департамента потребительского рынка, куда мы ежедневно утром даем отчеты. И я вам хочу сказать, что все цены, которые поднимались, были зафиксированы антимонопольной службой. В то же время, если вы помните, у нас был, когда вот только-только все это начиналось, вдруг гречка скакнула в цене, мы донесли, куда надо, до какой группы нужно, и антимонопольный комитет с этим поработал, гречка в цене снизилась. Сейчас, вот в этот момент, в момент, когда у нас идет Пасха и Радоница, у нас, так будем говорить, ежегодно небольшое всегда есть повышение цен на яйцо, на борщевой набор. Не надо, повысились они в связи с изоляцией, давайте не будем лукавить. Да нет, ну почему? Каждый год мы отмечаем, перед Пасхой всегда, это во-первых. А во-вторых, не настолько они повысились. Алексей Михайлович, хлеб... Бензин зато снизился на одну копейку. Ну вот видите, как хорошо. На целую копейку снизился бензин. По поводу хлеба. Хлеб подорожал на 2%, и это связано именно с тем, что поставщики на наш хлебный завод, хлебкомбинат, именно отгрузили вот именно муку с небольшим ростом цены. Соответственно, предприятие не может просто себе работать в убыток, на 2% поднялся хлеб. С этим как раз в пятницу разобралась прокуратура. Я считаю, что это удовлетворяющее объяснение. Будут ли работать предприятия сферы обслуживания, салоны красоты, прачечные ателье, магазины, непродовольственных товаров? До 30 марта... Мая. Апреля, вот, смотри, простите. Да, вы мая, я марта. До 30 апреля по распоряжению, по постановлению губернатора Ростовской области у нас будут работать только продовольственные магазины и магазины, которые продают... Правильно, именно. Судя по событиям, которые происходят в стране, по настроениям многих людей, я почти уверен, что и недели не пройдет, даже раньше, будут сняты многие ограничения, особенно по работе предпринимателей малых форм. Я буду этому только рады. Мы будем этому только рады, и они будут рады, и предприниматели будут рады, и даже смиряться с тем, что потом уже точно ничего не получат, никакой помощи после снятия. Они смирятся, и ничего страшного переживут, потому что сейчас еще не все погибли, и есть шанс выплыть. Но, сегодня мы читаем правила устройства торговли непродовольственными, и салонов красоты и так далее, которые сегодня вывесили наш Роспотребнадзор. Да, я видела это. Безумные. Я видела это правило. Это безумие. Вы уже возмутились? Уже позвонили им туда и сказали, вы что там? Или нет? Ну, я по должности не могу себе такое позволить, Алексей Михайлович. Но, тем не менее, я попросила наш Роспотребнадзор по городу Азову, говорю, давайте обсудим вообще, как это будет. Елена Юрьевна, тогда ладно, я понял. Давайте обсудим с Роспотребнадзором. Кстати, введите их сюда. Всех? А? Всех? Всех. А они же не работают, все равно им. Вы, кстати, очень зря. Я помню, совсем недавно отравились мы рыбой, вся семья. Позвали им, заявление написали, долго носили им эту рыбу из магазина, официально, с чеком. Все отравились, вся семья, пять человек. Ничего не произошло. Алексей Михайлович, я не знаю, как там насчет рыбы, а вот насчет сейчас, вот в коронавирус, они делают колоссальную работу, просто колоссальную. Каждого человека, который, вот смотрите, каждый человек, который прилетел на территорию Ростовской области, его надо было отследить для того, чтобы мы... Меня отследили. Вот видите, вас дважды отследили, вы заметная личность. Один раз. Один раз вы сами себя отследили, второй раз мы. Я приехал 10 марта, в день объявления карантина, прилетел, посадил себя сам на самоизоляцию. Кстати, хочу вам сделать по этому поводу комплимент. Спасибо. Вы очень обязательный человек. Спасибо, я же из Германии прилетел, а там вдруг возникает самодисциплина совершенно иного толка. А вот, и где-то дней через 10 ко мне приехали, нарушая мои права на сохранение личной информации, узнали мой адрес и приехали спросить, жив ли я. Ну вот видите. Но там же в той же личной информации, рядом записан номер телефона, могли бы и позвонить. Решили лично убедиться, что с вами все хорошо. Единственное, что хочу, сейчас буквально две минутки, Алексей Михайлович. Дело в том, что изначально, конечно, коронавирус нам был завезен из-за границы. На сегодняшний день большинство случаев это то, что к нам приходит из других регионов. И естественно, мы сейчас стараемся. Во-первых, у нас есть очень обязательные люди, когда прилетают из Москвы или из Санкт-Петербурга, или еще откуда-нибудь, они звонят нам на телефон горячей линии и говорят, я прилетел, я нахожусь на самоизоляции. Мы, естественно, берем его под наблюдение. 14 дней мы за человеком наблюдаем, чтобы понять, болен или не болен. Если вы, дорогие земляки, знаете, что у вас или сосед, или родственник, ну или знакомый приехал из какого-то другого региона, подскажите ему, пусть сам позвонит. Не захочет, позвоните. Стучите, друзья. Это тот случай, когда стучать не страшно и не вредно. Если он негодяй, мало того, что вернулся откуда-то и еще ходит, гуляет, а не сидит на самоизоляции, тем более стучите. Но вернемся к Роспотребнадзору. Вот вы соберетесь завтра с ними, да, и обсудите, и напишите или позвоните наверх, вы что там делаете. Вы думаете, что тут у каждого дачи с отдельными коттеджами, а не четырехсоточные с трехметровыми проектами. Ну, это аналогично. Я поняла, что вы парикмахерским. Что да, в парикмахерской у нас человек сейчас побежит покупать эту установку, которая стоила тысяч 13-15, а будет стоить, наверное, тысяч 30, установку обеззараживания воздуха. Еще какой там, что там еще бредовая глупость какую придумали. Да вы знаете, у нас ОПП ВОЗ делает прекрасные обеззараживающие лампы. Их нельзя применять. Это для коровников, для свинарников. Ну, я работал главным светотехником на ОПП ВОЗе 18 лет, проработал главным спасли. Я не знаю, может быть, 18 лет назад их свинарники вешали, но сейчас даже правительство Ростовской области их закупило. То есть, это новое, конечно, новое производство, новое оборудование. Есть всегда можно аналогию найти. Если выходить из помещения и обрабатывать ее в течение получаса, их можно. Более того, у нас в администрации тоже висит. Но я вам как профессионал, специалист, 18 лет на этом проработал. За 18 лет ОПП ВОЗ изменился. Ничего не изменилось. Нет, нет. Так, хорошо, ладно, лампы можно купить. Они стоили около 2-3 тысяч, если я не ошибаюсь. Там еще, подождите, какой там еще бред? Ой, какая-то глупость тоже дорогостоящая и малоосуществимая. Не помню. Но это рекомендации. Ну, как рекомендации. Нет, естественно, с рекомендациями. Елена Юрьевна, ну не надо мне рассказывать, что у нас рекомендации, и мы их хотим исполнять. Как из пушки побегут наши надзоровцы контролировать и штрафовать. У тебя нет лампы, у тебя два посетителя стоят на 70 сантиметров. Алексей Михайлович, у нас мораторий на проверке, если это не несет угрозу жизни и здоровья. Приберут. Это, между прочим, было одно из мероприятий по поддержке предпринимательства. А это же несет как раз. Он скажет, это угроза же, да идут им карты в руки, гляньте сколько. Поэтому я хотел сказать, что вы сейчас должны озаботиться, чтобы у нас в Азове можно было легко и недорого приобрести вот это оборудование, которое там нам прописывают. С этим, конечно, будем работать. С этим еще, вы поймите правильно, я прочла документ, но сегодня был настолько зараженный день. Я тоже ником пробежал, глянул, ужаснулся. Чтобы понять, вникнуть в каждую строчку, действительно нужно пояснение, нужны пояснения Роспотребнадзора. Давайте завтра их получим с вами. Я прошу, что вот вы с ними, если завтра будете встречаться, позвоните нам, нашим ребятам, чтобы по результатам вашей встречи вместе с ними, с руководителем. Нам сначала надо самим разобраться. Вы разберитесь, а потом позовите, и вместе с здравнодзором дайте, пожалуйста, комментарии. Хорошо, конечно. Как это будет на практике? То есть бежать, или вы обеспечите всех этими бактерицидными лампами, или у ППВОС, пойдем в очередь, встанем на УППВОСе, у них там склады пустые наверняка будут. У них сейчас полная загрузка, они молодцы, они работают. Да что еще, я вот тут вылетела из головы, хоть тресни, давайте звонок послушаем, можете вспомнить. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошел у нас большой праздник Пасха. Хотелось бы узнать, мы являемся инвалидами, я инвалид второй группы, муж инвалид первой группы, и мы позвонили волонтерам узнать, будет ли нам кулич пасхальный, хоть порадует нас. Ну, нам сказали, что по списку выдают только. Мне интересует вопрос, кто эти списки составляет, кто подписывает, кто не знает. Мы позвонили и вам отказали. Не может такого быть, что подказали. Дома, ни подъезды, ни почтовые ящики. Мы относимся к управляющей компании Петровской. Большое спасибо. Ясно, спасибо. Да, пожелание, 9 мая хотя бы убрали кладбище участника войны. Так как мы не можем в изоляции, хотя бы наших родителей почтили, 9 мая убрали кладбище. Спасибо. Давайте я отвечу. Я хочу ответить на этот вопрос. Честно говоря, чтобы кто-то позвонил и ему не хватило кулича. Это вопиющий случай. Нет, я такого не помню и все, даже нам не хватило куличей. Мы их докупали, предприниматели докупали, хлебозавод наш отдавал. Но, может быть, где-то... Большая к вам просьба, телезрительница. Я не словил. Может быть, где-то произошел сбой, я не спорю. Может быть, кто-то недопонял. Еще раз, позвоните после программы или завтра днем. И скажите, по какому номеру или куда вы звонили. А вдруг это она. Алло. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а как быть с этим коронавирусом? Если у меня потекла главная, мне нужно купить сантехнику. Ни один магазин не работает, ни один валют не работает. Можно в городе открыть какой-то хотя бы один, для каких-то экстренных служб. И что в нем будет тогда? Что в нем будет, какое столпотворение в этом одном? Понимаете, давайте... Открыть надо все и рассредоточить людей, сделать правила посещения, чтобы их исполняли. Хорошо, у нас есть магазин Евромастер. Можно по одному запускать? Да нельзя, будет толпа стоять на улице в притирку. Евромастер работает на доставку. И на доставку работает, кстати. Пожалуйста, вы можете, да, пожалуйста. Многие магазины, то есть 272-е постановление не касается доставки и дистанционной торговли. Решение проблемы, Елена Юрьевна. Вот спасибо вам. Именно в том, что открыть всех сразу, подписать опять же с предпринимателем, подписать вот эти правила, чтобы он на них расписался, обязался их соблюдать. И если он их не выполнит и нарушит, но не безумные правила, то его закрывать. Алексей Михайлович. Вот тогда, когда он распишется сам, я даю, если я не буду держать эти правила, закрывайте меня. Алексей Михайлович, посмотрите. Тогда будет правильно. Давайте вот по большому счету. По-честному. Я честно вам скажу, я мониторю наш Азовский рынок ежедневно. Я хочу ко всем обратиться. Уважаемые земляки, пожалуйста, заходите на Азовский рынок в масках и в перчатках. Просто приедет проверка, закроют рынок, будете покупать в магнитах, и я вместе с вами и в пятерочках. Проблема не в этом. Проблема в том, что вот перед прилавком они расчертили, они отчертили линии, они поставили барьер какой-то, чтобы люди не подходили близко к прилавкам, близко к продуктам. И тем не менее, один продавец, пока он отпускает, он не может уследить, кто там дальше толпится. А люди все равно толпятся. Вот пока у нас не будет самодисциплины, открывая, не открывая, это не полезно. Вы знаете, где возникает у нас самодисциплина? Только при прохождении пограничного контроля. Знаете, там есть линия, где совершенно четко все исполняем. Больше нигде. Опять же, в той Европе, будь она неладна, ну, никогда не стоит человек у тебя вот тут за плечом и не смотрит, какие цифры ты в банкомате набираешь. У нас же это сплошь и рядом. Ну, здесь я вам еще раз говорю, если мы откроем все магазины, будет то вот, сейчас, по крайней мере, азовский один рынок, пытаемся контролировать. И погромко связи. Поэтому, Елена Юрьевна, ну, помогите нам, расширьте нам возможности вещания. Мы будем людям объяснять. Мы, средства массовой информации, мы будем людей воспитывать, учить, показывать дураков и негодяев. Нет, мы хотим запрещать, сажать, штрафовать. Алексей Михайлович, по-моему, негодяев всяких вы показываете вполне достаточно. Мало. Надо больше. То есть мало. Ну, я не знаю. У меня лимит на негодяев закончился. Я не знаю. Так, самоизоляция. Это добровольное мероприятие. Если за него штрафуют, это уже принудительное. Давайте не путать. Давайте мы не путаем. Я две недели был в самоизоляции, а потом меня посадили в изоляцию, потому что я в группе риска. У вас звонок, Алексей Михайлович. Так. Вопрос по субсидии по отоплению. Пять месяцев платят, а за полоктября плюс апрель без субсидий. Почему? Ну, здесь нужно действительно... У нас и теплоэнерго работает. Я, к сожалению, не зам по ЖКХ, но я думаю, что она... Передадите. Да, конечно. Здесь есть номер телефона, можно ответить человеку. Так. Вот два инвалида на 68 и 70 лет не получают никакой социальной поддержки. Что делает соцзащита? В частности, куличи на Пасху и пруднаборы не получают. Ну, во-первых, по всем. Это, наверное, та женщина, которая... Понимаете, в чем дело? Вот, кстати, хорошо, что вы заговорили об этом. Я вернусь. У нас был телефон горячей линии. У нас ходили волонтеры. Те, кому помогали волонтеры, они всех вписали в списки. Далее у нас работали старшие по домам. На три минуты. И все, кто... Всех, кого старшие по домам записали, каждого человека в городе невозможно узнать. Поэтому звоните, будем стараться, будем помогать. Есть телефон горячей линии, есть стационарные телефоны. Так, не обрабатывает управляющая компания Петровский. Кто и как устанавливает цены, мы обсуждали. Когда отключат отопление? А что ж, холодно еще, я думаю. Ну, вообще, конечно, если мы сейчас отопление отключим, в ночи у нас плюс один, плюс два. Дорогие друзья, у меня недавно вышел спор с некими товарищами о том, надо отключать или не надо. Господа, вспомните, вы вправе. В каждый дом, каждый дом у вас стоит счетчик и краник. Соберитесь с домом и прикрутите краник. А мы ждем, когда мэр напишет постановление. Да, постановление вообще уже не надо никакого писать. Уже много лет. У одних домов свои котельные, у других есть счетчик и теплощетчик. И краник. Пользуйтесь, дорогие мои. Вы абсолютно правы. Каждая управляющая компания имеет право прикрутить тепло. Но на сегодняшний день и постановление главы администрации, естественно, регламентирует окончание отопительного сезона. Но на сегодняшний день еще температуры стоят прохладные. Если мы сейчас отключим отопление, а люди... Да не надо постановление издавать. ...в самоизоляции. Ну как? Котельная должна работать круглый год, потому что она подает горячую воду. А право каждого дома уменьшить или добавить, пусть пользуются. Не сделала им управляющая компания, пусть сделают. Ну здесь да, я с вами согласна, здесь надо разговаривать с управляющей компанией. А котельные должны работать круглый год и давать горячую воду. Ну там немножко другая система работы котельных. Она потом переключается на горячую воду. Ну, должна во всяком случае работать с запасом. До последнего, как было, помните, ресторан работает, до последнего посетителя. И мы в 5 утра выползаем оттуда. Да. Дорогие друзья, помечтали, будет ли реальная помощь простым людям? Конечно, будет. Пожилые люди не могут купить маски в аптеке, так как их нет. А в ателье дорого. Когда в Азове в аптеках появляются маски, почему администрация не может позаботиться о пожилых людях? Ну, я вот, знаете, давайте начнем с того, что маски в аптеках появляются с периодичностью. Я буквально недавно купила. Маски закончились, а, соответственно, с людьми общаюсь много и часто. И в аптеку купила маски. Да, их не в том количестве, в котором хотелось бы. Но на сегодняшний момент аптеки – это частные компании. Я не могу, и из администрации никто не может купить и дать им на реализацию маски. Соответственно. Но тут еще в чем проблема. Город, конечно же, сделал большой-большой заказ в область. Мы заказали там, ну не буду говорить цифру, она действительно астрономическая, на город, для того, чтобы хватило всем. Для того, чтобы мы, может быть, в какой-то момент помогли, волонтеры развезли маски тоже людям. Но на сегодняшний момент пока нам не ответили. Мы ждем. Ну, может, дождемся. Давайте, звонок у нас одна минута. Пожалуйста, телезритель, быстренько. Давайте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, Елена Юрьевна, Алексей Михайлович, большое спасибо за передачу, но у меня несколько вопросов. Пожалуйста, быстро, у нас одна минута буквально. Первый вопрос. Вы показали сегодня всему городу Азову палец, рядом сидят внуки, как им это объяснить? Я не городу Азову показал, а тем мерзавцам, которые позволяют себе делать это в других средствах массовой информации. И вы это прекрасно поняли и объяснил. Дальше, следующий вопрос. Следующий. Вы на вас назвали, у нас народ расхлябанный. А я считаю, у вас и речь расхлябанная. Да. Что такое мрази? Да, пожалуйста, возьмите в руки пульт и нажмите кнопку. Там Соловьев есть, там есть другие ведущие, Норкины, Шморкины и так далее. Пожалуйста, вам туда. Вы все время сравниваете Россию с Германией. Ну, живите тогда в своей Германии. Нет, я хочу, чтобы мы жили в России, так как не хуже, чем в Германии. Спасибо и вам. Я хочу, чтобы в моей стране, России, в моем родном городе Азове, где я родился и прожил более 70 лет, мы жили так же, как живут другие люди во всем, в большинстве стран мира и Европы. Спасибо вам за вашу гражданскую активную позицию. Мы заканчиваем и прощаемся на этом. Спасибо вам, Елена Юрьевна. И будем надеяться, что, видите, как вот и такой звонок я под занавес получил. И я надеюсь, ответил я на него правильно и по-честному. Давайте будем честны друг с другом, и тогда у нас все получится. Будьте здоровы. Можно я попрощаюсь? Да. Дорогие азовчане, я вас очень прошу, берегите себя, не рискуйте своим здоровьем понапрасну. И по возможности на Радоницу останьтесь дома. Будьте здоровы, не болейте. Всем спасибо, все свободны. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова